Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Для того, чтобы найти следующий взрывной сектор криптовалютного рынка на новом булране, не нужно быть экспертом о двух головах. Все, что от тебя требуется, это навострить уши и прислушаться к тому, что происходит во время медвежьего рынка. Это, к сожалению, не так просто для многих людей, поскольку во время длительного падающего рынка их страсть к криптовалютам сменяется разочарованием, а их внимание переключается на что-то другое. Хотя именно в этот момент, наоборот, нужно работать как никогда раньше и изучать как никогда раньше. Но, к счастью, мы не одни из таких людей, и мы готовы анализировать тонны информации в поисках бриллиантов. И именно поэтому сегодня мы с тобой найдем один из самых взрывных секторов криптовалюты на следующий биткоин булран. И если тебе понравится это видео, не забудь поддержать его лайком. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию продолжать снимать видео. В прошлом я постоянно пытался найти новые тенденции развития криптовалютных рынков. Например, в 2017 году это были ICO, рынок которых за год вырос в 100 раз. В 2020 году это были DeFi. В 2021 году это был бум NFT. И единственное, к чему я действительно отнесся скептически, это мемные криптовалюты. И то лишь потому, что я всегда ищу криптовалюты с реальными способами использования, которые решают реально существующие проблемы. Я никогда не ищу быстрые схемы pump и dump, которыми и является большинство мемкоинов. К сожалению, то, что мемные криптовалюты решают проблему отвлечения людей от жестокости этого мира, я понял достаточно поздно, чтобы пропустить взрыв большинства из них. Но сегодня я покажу тебе тенденцию, которая может получить большие инвестиции на новом булране и которая связана с реальным миром и реальными проблемами больше, чем что-либо другое. Это токенизация реальных активов, либо же RWA. Другими словами, это традиционные финансы на блокчейне. Согласно JP Morgan, токенизация реальных активов – это главный мост между традиционными активами и цифровой полезностью. Неужели это и есть один из тех трендов, который взорвется на новом бычьем рынке? Это совершенно очевидно, если послушать то, что говорят ведущие мировые игроки и что они делают. Например, вот что говорит Ларри Финг, генеральный директор финансового гиганта BlackRock. Я считаю, что следующим поколением для рынков, следующим трендом для ценных бумаг будет токенизация ценных бумаг. Рынки следующего поколения включают токенизацию финансовых ценных бумаг и других реальных активов, например, недвижимости и даже акций. Но кто именно является лидером в этом пространстве сегодня? Кто занимается токенизацией акций, облигаций и других инвестиционных контрактов уже сейчас? Компания BlackRock токенизирует акции одного из ее фондов денежного рынка в сотрудничестве с JP Morgan на блокчейне Onyx, который основан на базе эфириума. Onyx – это приватный форк эфириума, это не публичный блокчейн, хотя со временем, как обещает JP Morgan, появится мост, который соединит этот приватный форк с миром публичных открытых DeFi-приложений на базе эфириума. Этот блокчейн уже начинает тестировать некоторые страны, такие как, например, Объединенные Арабские Эмираты. JP Morgan также сообщает в пресс-релизе, что практически все его клиенты уже интересуются токенизацией различных активов ради повышенной ликвидности, мгновенности транзакций и пониженных рисков. Тоже еще из игроков в этом пространстве уже проводят токенизацию, причем не на приватном, а на публичном блокчейне, используя при этом приложение DeFi. Возможно, когда-то ты слышал о компании Franklin Templeton. Это международная инвестиционная компания, в управлении которой находятся активы практически на полтора триллиона долларов. А сама компания, как видно на этой инфографике, является третьей по размеру в Европе после BlackRock и UBS. Иными словами, они управляют активами на сумму больше, чем капитализация всего криптовалютного рынка, которая на данный момент составляет 1,3 триллиона долларов. И теперь мы знаем, что Franklin также углубляется в мир токенизации реальных активов. Еще в 2019 году, более 4 лет назад, компания объявила о том, что собирается токенизировать свой государственный фонд денежных рынков с помощью блокчейна Stellar. Как же обстоят дела с этим сегодня? Запущен ли он и был ли успешен? Во-первых, Stellar с тех пор в 2023 году стали официальным партнером госфонда Franklin Templeton, а также одним из лидеров токенизации, которого выбирают крупные игроки рынка, крупные управляющие активами, такие как Franklin Templeton и Wisdom3. Кстати говоря, Wisdom3 также подал заявку на создание спотового биткоина ETF. А во-вторых, на запуск токенизированного госфонда ушло около полутора лет. Первое движение токенов фонда произошло в апреле 2021 года, а конкретно 19 апреля 2021 года. На этом сайте, который отслеживает производительность и ликвидность активов и протоколов RWA, мы можем видеть, что в начале этого года Franklin Templeton имел около 100 миллионов долларов в токенах государственных казначейских обязательств. Кроме них в секторе тогда было всего три игрока – Wisdom3 и Arca Labs. Однако именно Franklin Templeton доминировал в пространстве RWA и продолжает доминировать и сейчас. Когда в сектор зашло еще больше игроков, количество токенизированных активов у Franklin выросло за этот год до 323 миллионов долларов, а в процентах они контролируют около 44% рынка. Иными словами, Franklin утроил свое присутствие в токенизации реальных активов за этот год. Но кроме этого в сферу заходит все больше других управляющих активами. Так, например, если в начале года это было всего лишь три компании, то сейчас это как минимум 11. Но это все равно мало, а значит сектор очень-очень ранний и молодой. Ведущий аналитик Franklin Templeton Дженни Джонсон считает, что токенизация активов на блокчейне – это секьюритизация на стероидах. То есть обеспечение максимальной защищенности и безопасности. Но является ли Stellar единственной криптовалютой, которая сотрудничает с Franklin Templeton? Есть ли другие криптовалютные проекты, которые помогают инвестиционному гиганту на его пути к токенизации реального мира? На самом деле да, Franklin решил сделать ставку и на Ethereum, как, кстати, и JP Morgan. Но Franklin выбрал конкретный слой L2 на Ethereum. В апреле этого года Franklin объявил о запуске нового денежного фонда на блокчейне Polygon. И хотя, если посмотреть на статистику и показатели, бума там пока не произошло. За семь месяцев этот фонд накопил всего лишь 2 миллиона долларов в токенизированных акциях на базе Ethereum L2 решения Polygon. Но, возможно, это только начало. Однако есть еще один крупный игрок в этом секторе. Как мы видим, вторым по величине игроком после Franklin является OnDo с более чем 158 миллионами долларов в краткосрочных государственных облигациях США. И этот показатель тоже вырос в этом году, увеличившись с менее чем 1 миллиона долларов в начале года до 158 миллионов долларов сейчас. Это 158 иксов. И, как мы видим, эти облигации токенизированы прямо на блокчейне Ethereum. Хотя, если мы посмотрим дальше по списку, то увидим, что OnDo также токенизирует облигации и на Polygon. И у него рыночная капитализация больше, чем у Polygon продуктов Franklin Templeton в 20 раз. 2 миллиона долларов против 21 миллиона долларов. Что интересно, что в скором времени OnDo, скорее всего, выпустит свой токен. Ведь страница для этого токена уже появилась на CoinMarketCap. Итак, Ethereum, Stellar, Polygon. Топ-3 самых популярных блокчейна для токенизации реальных активов. Но кто же четвертый? Это Solana. Давай поговорим об этом. Токенизация реальных активов не ограничивается финансовыми ценными бумагами и инвестиционными контрактами, акциями или государственными облигациями. RWA выходят далеко за эти рамки. Например, в сектор реальных кредитов. Кто сейчас является лидером в этой области, который использует децентрализованные финансы для расширения ликвидности на частном рынке кредитования? Изучив этот раздел, посвященный приватному кредитованию, мы видим, что лидирующим протоколом в токенизации кредитов является Maple Finance. Это почти 1,8 миллиарда долларов. За ним следует TrueFi, приблизительно те же цифры. И, наконец, центрифуга 471 миллион долларов. На этой диаграмме мы видим месячное изменение заблокированной стоимости в том или ином протоколе, связанном с токенизацией реальных активов. И, как видно, больше всего за октябрь 2023 вырос именно Maple Finance. Это почти 31 миллионов долларов в новых токенизированных кредитах. 1 ноября компания Maple объявила о том, что добавила поддержку своего протокола на блокчейне Base от Coinbase. И на первый взгляд в этом нет ничего особенного. Просто обычное расширение на другие блокчейны. Но для того, чтобы понять возможную важность этого события, необходимо читать между строк. Энтони Базили написал в Твиттере следующее сообщение о запуске Maple Finance на блокчейне Coinbase. Добро пожаловать на Base, Maple Finance. Финансовые анчейн-рынки для финансовых институциональных учреждений уже здесь. Время для масштабирования. Но кто такой Энтони? Он является руководителем отдела распределения капитала в Coinbase, а также занимается токенизацией реальных активов в той же компании. Но кроме этого, Энтони работал директором BlackRock. Зачем бывшему директору BlackRock писать вот это в Твиттере? Они же не пишут такого про всех подряд, кто получает поддержку их блокчейна. На мой взгляд, между Coinbase и Maple Finance что-то происходит за кулисами и намечается что-то грандиозное. Поэтому я считаю, что Maple можно рассмотреть как криптовалюту для небольшой покупки. Протокол уже выдал токенизированных активов на сумму 1,8 миллиарда долларов. И при этом его рыночная капитализация сейчас составляет всего лишь 40 миллионов долларов. Также мы можем заметить, что на данный момент общая сумма займов в Maple Finance составляет 135 миллионов долларов, что практически в три раза превышает рыночную капитализацию Maple. Можно также рассмотреть и остальные крупнейшие протоколы для токенизации кредитов. Как мы видим, они работают в основном на эфириуме, но есть протокол, который работает на Солане. Интересно, что токенизированные кредиты на Солане через протокол Maple начались 14 сентября. И это было всего лишь 200 тысяч долларов. Но под конец октября эта цифра выросла практически до 17 миллионов долларов. Темпы роста такие, что токенизация рынка кредитов на Солане может обогнать эфириум. И возможно это также поспособствовало недавнему росту Соланы. Что ж, друзья, не пропустите этот новый тренд токенизации реальных активов. Крупнейшие управляющие активами и крупнейшие банки ставят на этот тренд. Эфириум, Полигон, Солана, Стеллар, Maple Finance, OnDo, Центрифуга, TrueFi. Это все стоит нашего внимания. Ведь RWA, несомненно, станут основой для следующего бычьего цикла. Ну а меня зовут Богатейший Ди и мы увидимся с тобой в новых видео совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»